Одесский завод Орион в очередной раз попытаются продать. Об этом пишет сайт Одесса Репорт. Сейчас вы увидите эту статью у себя на экранах. Фонд государственного имущества Украины в этом году собирается в очередной раз передать завод Орион в частные руки. Об этом журналистам сообщил начальник регионального отделения фонда государственного имущества Украины в Одесской области Алексей Космин. Вот почему хотят передать частные руки и нужно ли это делать, сегодня будем разъяснять с нашими экспертами. Но перед этим предлагаю вам послушать комментарий, о котором я сейчас говорила. Начальник регионального отделения фонда государственного имущества Украины. Ну что вам сказать, если мы только в прошлом году из перечня стратегических предприятий вывели завод Орион, который когда-то в советское время занимался производством систем жизнеобеспечения танков, потом перешел на молочные бидоны, а с конца 90-х даже молочных бидонов не производят. Но только в марте прошлого года, да, по-моему, мы его вывели из перечня стратегических для государства. Вот он там исторически был и говорить о каком-то стратегическом значении, ну, мягко говоря, не приходится вообще. Продолжение следует... Предложило нашим телезрителям ответить на опрос. Передавать ли Орион в частные руки? Интересно, как ответили бы вы? Я ответил бы, конечно, чтобы передавать. Почему? Потому что само предприятие это инвестиционно привлекательное предприятие. Потому что хорошие производственные площадки, база, хорошее расположение в черте города. И, естественно, частник, который придет туда, будет иметь большие возможности для развития бизнеса своего. Как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, я хочу немножко уточнить. Во-первых, оно уже не государственное. Это акционерное общество, в котором был недопродан пакет государства в размере 50 плюс одна акция. То есть и объектом приватизации является не завод, а пакет акций в размере 50% плюс одна акция. Именно пакет акций является объектом приватизации. То есть, по сути, предприятие наполовину приватизировано. То есть, поэтому продавать его в частные руки или не продавать вопрос не идет. Как уже говорилось ранее, думаю, в вашем эфире будет виден состояние этого завода. Там, в общем-то, разруха полная. И чем дальше будет оттягиваться вопрос приватизации пакета государственного, чем дольше не придет туда потенциальный инвестор, который все-таки эти развалины превратит в рабочий объект, тем будет хуже для самого объекта. Не появятся у нас ни рабочие места, ни бизнес, то есть не будет поступления в бюджет. Ну, то есть, задача фонда госимущества, как можно больше передать в частные руки, в хорошие частные руки. Поэтому однозначно, да, продавать. Мы можем увидеть, как выглядит территория завода сейчас. На месте находится наш корреспондент Яна Нестеренко. Она с нами на прямой связи. Яна, ты слышишь нас? Здравствуйте, студия. Здравствуйте, телезрители. Мы сейчас находимся на улице Житомирской, возле завода Орион. Когда-то успешное и достаточно богатое предприятие производило компрессорное и холодильное оборудование. Но сейчас завод стоит. Орион не работает примерно с 2000 года. Единственный доход предприятия – это аренда помещений. Как вы можете видеть за моей спиной, на воротах висит табличка с номером телефона и информация о том, что помещения сдаются в аренду. Рядом также находится корпус. За моей спиной вы видите здание. Возможно, очень плохо, так как оно совершенно не освещается. Это один из корпусов завода Орион, который так и не был достроен и никогда не был введен в эксплуатацию. Здесь нет света, нет окон, как мы можем видеть. Рядом стоят какие-то машины, но, скорее всего, возможно, это здание даже не охраняется. Потому что, по сути, охранять здесь нечего. Также хочу добавить, что кроме улицы Житомирской, завод Орион имеет еще несколько площадей. Одну на улице Степовой и на улице Болгарской. Вместе эти площадки здесь, на улице Житомирской, составляют примерно 20 гектаров площади. Тем не менее, они также все пустуют и завод не работает. То есть он стоит. За последние несколько лет завод Орион пережил несколько рейдерских захватов, но сейчас стоит вопрос о его приватизации. Но более детально эту тему раскроет моя коллега Анна Грынев. На этом у меня все. Студия. Ян, спасибо за отличное включение. Вот моя коллега заявила о рейдерских захватах, да, несколько рейдерских захватов. Можете рассказать, что это за захват? Ну, это, скорее, представитель фонда госимущества расскажет. Почему? Потому что я уже когда пришел, уже их не было. Ну, могу сказать, что рейдерские захваты начались примерно в 2004-2005 году, когда с помощью налоговой инспекции текущую задолженность превратили в задолженность. и через налоговый залог был продан лечебно-оздоровительный комплекс завода Орион всего лишь за задолженность в размере там 6 тысяч. Гривен? Да. Ну, я уточняю на всякий случай. Да, был продан лечебно-оздоровительный комплекс. Кроме этого, потом было сделано ряд перебросок по так называемым домашним сделкам с утверждением этих сделок в суде. Это был один момент. Потом сфабриковали дело о банкротстве. Путем того, что фактически якобы поставили трубы, которые не нужны были, на самом деле трубы не поставлялись, то есть фиктивная задолженность, и по фиктивной задолженности объявили банкротство. Могу сказать так, фонд государственного имущества и руководство Ориона тогдашнее потратили примерно 5 лет, примерно до 2010 года, с 2005 по 2010 год. Это целый ряд судов вплоть до высшего хозяйственного, потом назад, и туда, сюда, назад двигались судебные дела. В результате, скажем так, судебных процессов был и возвращен лог на завод Орион, и было прекращено дело о банкротстве, признана задолженность фиктивной. Но тогдашнее руководство не воспользовало ситуацией, как вы понимаете. Задача фонда была все-таки продать пакет. К сожалению, предыдущее руководство завода полностью этому противилось, подготовке к приватизации. Дело в том, что для приватизации нужно провести инвентаризацию, нужно передать материалы оценщику и прочий ряд действий, которые выполнить может только лишь руководство завода. Но это ничего не делалось, полностью бойкотировался процесс приватизации. На сегодняшний день непосредственно пакет акций, как объект приватизации, он подготовлен к приватизации, но идет еще оценка его. Он запланирован на продаже пакета акций на электронных торгах в ноябре месяце. Органом приватизации в данном случае является не региональное отделение, а непосредственно центральный аппарат фонда госимущества. То есть поэтому конкурсная комиссия и все вопросы в отношении приватизации этого пакета, это подробные вопросы, если есть потенциальные покупатели, они могут обращаться в фонд государственного имущества в Киеве. Можно через сайт фонда обращаться, можно на горячую линию обращаться и уточнять необходимые вопросы и моменты. На сегодняшний день, кроме, как говорится, состояния налоговых долгов, еще каких-то долгов, в основном кредиторских задолженностей, рейдерского захвата на сегодняшний день как такового не существует. На акционерном обществе Орел. Я хочу добавить, значит, к сказанному по ЛОКу. Почему? Потому что, смотрите, какой парадокс. Значит, когда суд вернул в собственность завода ЛОК, это лечебно-оздоровительный комплекс громадный. На литературный. Да, на литературный 10. Это кто видел, может, это 16-этажное здание и трехэтажное здание там рядом стоящееся с большой площадью земли. Значит, три года прежнее руководство не могло зарегистрировать это право собственности в регистрационной службе. Понимаете, это просто, как говорится, преступная халатность, на которую, конечно, правоохранительные органы должны были бы дать ответ за это, но, однако, ничего, никакой реакции нет. Этим, к сожалению, воспользовались рейдерские группы. Точно так же совершили домашнюю сделку и через суд узаконили право собственности, потом перепродали иностранной... Прибалтийской фирме. Да, прибалтийской компании. Та прибалтийская компания, другой прибалтийской компании. На сегодняшний день это еще раз перепродано, но пока идут суды, участвует в этих судах как фонгус имущества, так и прокуратура участвует в этих судах в отношении лечебно-оздоровительного комплекса. Это, конечно же, влияет на общий актив обеспечения того пакета акций. То есть, вы понимаете, да, чем меньше актива, тем стоимость акций ниже. Ну вот сейчас наши зрители видят кадры, которые мы когда-то снимали на территории завода. Ну вот огромнейшая территория, огромнейшее здание, много лет вот в таком состоянии. Это объект незавершенного строительства. Ну, кстати, он принадлежит Министерству экономики в настоящее время, да, и у них полностью в их праве для распоряжения. Смотрите, что вы видите в итоге? Передадим мы в частные руки, что бы вы хотели там видеть, на этой территории? Ну, тут смотря какая территория. Значит, на Гаркау, это на Житомирского, там 4,5 гектара. Это прекрасная площадка для развития любого вида бизнеса. Это и промышленный бизнес, и какой-то другой бизнес, транспортный бизнес. Производство. До производства. Все что угодно. Будут ли какие-то условия для покупателя? Нет. Я же говорю, это акционерное общество. Здесь, собственно говоря, пакет. Дело в том, что уже давным-давно у предприятия профиля деятельности как такового нет. Вот я об этом спрашиваю. А вот. Как вы слышали, Алексей Николаевич, историческая справка, она есть. То есть они выпускали, действительно, почему их относили к стратегическим, они выпускали кондиционеры для военных автомобилей. Для танков, для всего. Кондиционеры. Какое-то время. Потом, как вы знаете, Советский Союз развалился, гонка вооружений прекратилась, военных заказов не стало, но они остались стратегами. Они перешли на производство алюминиевых бидонов. Вот, на штамповку этих бидонов. Было даже частично поставлено оборудование корейское, если я не ошибаюсь. Японское. Или японское. Для производства тех же самых компрессоров уже для холодильников, для кондиционеров. Для производства бытовых холодильников. Но оно не было запущено. До миллиона штук. Потому что, да, не было комплекта, но в результате вот перехода власти, рейдерские захваты, банкротства, все прочее, там очень большая часть имущества металлосодержащего была вывезена, украдена. Ну, в общем, хорошо, что еще конструкции не посрезали. Могли. А могли, да. Вот. К сожалению, и увы, это так. Тем не менее, наша тема звучит и за, и против. За, в принципе, очевидно. Есть ли какие-то против? Честно говоря, я могу объяснить, почему у меня нет против. Да. Ну, во-первых, все видят, что государство эффективным собственником быть не может. потому что не предусмотрено, чтобы государство занималось бизнесом. Угу. И политика государства вот сегодня в сфере управления предприятиями, в сфере приватизации, это оставить такие вот необходимые стратегические отрасли, стратегические предприятия оставить в собственности государства, без которых нельзя обеспечить жизнедеятельность всей страны, это оставить в государстве. Все, что можно реализовать, продать, перепрофилировать, запустить, чтобы был нормальный бизнес, все нужно продавать. Я же говорю, проблема в том, что в государстве не предусмотрено, скажем, финансирование, вы сами понимаете, восстановить какое-либо производство или создать какое-либо производство без инвестиций невозможно. Конечно. Но государство не является бизнес-структурой, вы понимаете. Есть ли у вас какие-то против? Или вы только поддерживаете? Я только поддерживаю, почему? Потому что если мы на Житомирской видим прекрасный логистический центр, со всеми, почему? Потому что подъездные пути прекрасные, недалеко от города, центр города, вы знаете, что седьмой километр рядом, все рядом, как говорится, прекрасно для транспортной развязки. То есть можно развивать любой вид деятельности и любой вид бизнеса, как мы говорим. Площадки же на Степовой, Степовая, Прохоровская и Болгарская, конечно, это под жилищную застройку пойдут. Почему? Потому что, ну вы понимаете, что в центре города ставить какую-то промышленность, это сейчас нет никакого смысла, ничего. И в экологическом плане, конечно, это плохо. А вот жилищное строительство, построить какие-то дома и дать людям жилье по каким-то ценам лояльным. Так что это прекрасные вещи. Тем не менее, я бы хотела вас процитировать, вы заявили в новостях, что деловая активность низкая. Очень низкая. Вот можете объяснить, что это значит? Деловая активность низкая. Не хотят покупать? Вы понимаете, в основном надо сказать следующее. Рабочих объектов, вот как спрашивал предыдущий ведущий, да, вот какие объекты интересные. Я говорю, мы, по сути, мы являемся риелторской компанией государственной. Для нас продажа любого объекта является интересной. Потому что это деньги, которые поступают в бюджет, из которых потом, извините, выплачиваются пенсии. Пенсии, социальные выплаты и другие идут из этих средств. Поэтому у нас задача очень важная. Но проблема в чем? Что зачастую то, что нужно вложить в этот актив для того, чтобы он приносил прибыль, это гораздо больше, чем он того стоит. А вот, к сожалению, бизнес-климат, мы все знаем, что бизнес-климат в Украине пока еще оставляет желать лучшего. Иностранцы тоже не стремятся особо сюда приходить. Почему? Разве у нас не дешево покупать территорию и вот такие вот места? Вы понимаете, дешево покупать это одно, а условия ведения бизнеса это другое. Некомфортно, да? Ну, пока еще, да, наше законодательство, могу сказать так, оно не всегда гармонизирует с западным законодательством. Но вот вы знаете, мы какую тему не обсуждали, которая относится как-то к бизнесу? Вот один и тот же месседж. Некомфортно вести бизнес в Украине. Некомфортно. Ну, последние рейтинги говорят о том, что Украина на одном из последних мест по комфортности ведения бизнеса. Вот есть у нас законодательная база и есть инвесторы. Что сделать, чтобы всем было комфортно вместе? Ну, вы понимаете, это такие глобальные вещи. То есть нужно менять все, да? Там нет двух пунктов, которые вот заменить и все, и всем комфортно. Ну, вы знаете, я бы сказал бы коротко. Не мешай. Вы не первый, кто так говорит. Вот. Главное не мешать. Это не значит, что создать там какие-то тепличные условия для бизнеса. Главное, чтобы были понятные правила игры и ему не мешать. Тогда будут люди покупать, будут деньги вкладывать, будут делать инвестиционные проекты. Ну, как мы видим, пока на сегодняшний день очень хорошо развивается вот то же самое жилищное строительство. Ну, оно тоже имеет свою емкость. Со временем тоже закончится. Тогда те же самые потенциальные инвесторы, возможно, обратят внимание все-таки на промышленные объекты с целью развития именно производства логистических центров. Ну, Одесса традиционно, да, это самый мощный логистический центр. Это узел, который стоит на морском пути. Поэтому здесь, как говорится, сам Бог велел создавать логистические центры. Если вы помните, вот можно обратить внимание, по тому же самому Киевскому шоссе достаточно много логистических центров построено. Их было бы еще и больше, если бы у нас не случились эти события, которые начались в 13-14 году. Ну, и возвращаясь к статье, которую я зачитывала в начале эфира, хочу вам зачитать одну строчку. О том, сколько может стоить завод Орион, фонди пока не уточняют, но уверяют, что активно ведут его оценку. Ведут оценку, да. Есть ли вообще хоть понимание какое-то этой цифры? Объясню. Дело в том, что сегодня в соответствии с методикой оценки такого рода пакетов, ну, я имею в виду объектов приватизации, как пакет акций. Да. Берут баланс предприятия, берут его инвентаризацию, примерную рыночную стоимость активов. Вот. Смотрят, насколько уставный капитал обеспечен активами. Вот. Как по инвентаризации, по балансовой стоимости, которая зачастую близка к нулю, так и по рыночной, примерной рыночной стоимости, которая может быть гораздо выше. Плюс, одним из важных составляющих для справедливости в объедении стартовой стоимости, это являются аналоги. Аналоги, это вот, скажем, аналогичный завод, который акционированный, да, и поскольку его акции торгуются на фондовой бирже. Ну, как мы все знаем, проблема в том, что фондовый рынок у нас тоже не особо-то работает, и на нем, очень мало торгуется акцией акционерных обществ Украины. Потому что у нас акционерные общества так называются, на самом деле они таковыми не являются. Вот. Потому что основная задача акционерного общества это выпустить акции и получить, скажем, дешевые деньги на развитие производства. К сожалению, у нас этот аспект не работает. Поэтому у нас в большинстве акционерные общества, они формальные. И вот основная проблема у оценщика, это все-таки поискать аналоги. Вот. Потому что его оценка будет не совсем качественная. Хорошо. А есть понимание, когда мы все-таки узнаем итоги? Ну, если запланировано на ноябрь месяц уже выставление пакета, то, соответственно, я думаю, что не позднее, там, июня, июля месяца, то есть уже должна быть готова оценка. Она уже должна быть готова, потому что еще перед этим нужно сделать еще одно объявление об изучении спроса уже с объявлением стартовой цены. То есть летом мы уже узнаем, да? Я думаю, что да, летом. Это, кого интересует, должен следить за новостями на сайте. Ну вот, я сейчас, он у меня открыт, можете посмотреть, как он выглядит. Там есть такая газета «Ведомости приватизации», она выходит по понедельникам и средам, после 15 часов, можно спокойно на сайте ее выписывать не надо, спокойно на сайте ее открываешь и смотришь объявления, там, об оценке, о результатах оценки. То есть любой желающий может зайти, прочитать, мониторить всю эту ситуацию. И потом, как я говорил, и как говорил Алексей Николаевич на пресс-конференции, то есть торги будут проводиться не в фонде. Сегодня полностью субъективный фактор, непосредственно с продаж убранный. То есть передается на аккредитованную любую электронную площадку, и идут электронные торги. Точно так же любой может подать заявку на электронные торги и принять в них участие. Тоже в электронной форме. То есть сидя, скажем, в Одессе, а биржа может быть даже не в Киеве, а в Черновцах, может быть сама биржа. Ну что, я предлагаю подводить итоги и смотреть, что ответили наши телезрители. Вижу очень большая разница. Итак, да, это шанс его восстановить 91%. Нет, его разрушат 2%, считает, и без разницы главный результат 7%. Ну что могу сказать, вы предугадали ответ 91%, видимо желает вам удачи в этом непростом процессе. Спасибо, что пришли и обсудили с нами этот вопрос. Вы хотели что-то добавить, да? Ну тогда, я надеюсь, что уже с новыми результатами, уже летом и с ценой придете к нам и расскажете. Я только вот хотел маленькую ремарку под конец все-таки всех телезрителей, то есть призываю к тому, чтобы все-таки знакомились с нашими объектами. Возможно, у кого-то возникнет интерес. Ну, напоследок можем еще раз показать сайт, как выглядит, чтобы те, кто заинтересуется, могли зайти. Да, вот так он выглядит. И вот приватизация, можете посмотреть. Это была программа «Вечер на седьмом». Провела ее с вами Анна Грыннева. Буквально через 13 минут смотрите самые свежие мировые новости. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова